Что вместе с Священным Писанием записано в книге Бытие, 17 глава, 1 стих. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Имея общение с нашим Господом, имея общение друг с другом, хотел бы сказать, мир вам, мир дому вашему, благословенны вы у Господа, Бога Израилева, потому что Он говорил, «Я Бог Авраама, я Бог Исаака, я Бог Иакова, и я есть им тот Бог тех людей, которые последовали за мною, слава Богу». Сегодня уникальная история, о которой в свое время об этом муже Божьем записано. Я хотел бы поделиться такой темой, как сказал Бог, «Ходи и будь непорочен». Бог призвал Авраама, ему было 75 лет, проживший много времени, но в него была одна проблема, у него не было детей. И вот Бог является и говорит ему, что «Я, благословляя тебя, благословлю и размножу потомство твое». Откуда? Детей нет. Но Авраам поверил Богу, ходя по той земле, в которую он пошел. И Бог говорит, что «Я дам тебе потомству, ты ему, эту землю, но твоя задача – ходить предо мною и быть непорочным». Авраам, как послушный, он ходил. И Бог говорит Аврааму, посмотри на небо и сосчитай звезды. Но в своем послушании, я думаю, он считал, не знаю, до какого количества мог считать. Раз, два, три, четыре, пять. Господи, не могу. А Бог говорит, такое будет твое потомство. Аллилуйя. Авраам поверил, и Бог менял ему праведность. Назвал его другом. Время идет, а не исполняется обетование. Жена немножко помогает ему, отдает, чтобы иметь семейство от агарь и рабы. И опять идет время. Теряется все то, весь тот механизм для приобретения, чтобы иметь наследника. И вот ему уже 99 лет. Это пятый раз является Бог Аврааму. И говорит, Авраам, я Бог всемогущий. Возможно, уже и терялась надежда его на то обетование, которое Бог дал. Но Бог укрепляет его, говорит, я Бог всемогущий. А твоя задача ходить при мною непорочно. И что же делает Авраам? Он так и делает. И когда он ходил в той стране, когда он ходил по той земле, то как же люди его видели? Написано, говорит, ты князь Божий среди нас. Вот его хождение было. Ты князь Божий. Они видели его, они слышали его речь. Они видели его хождение. Они видели, как он обращается со слугами своими, со всем хозяйством своим. И он был светом для них. Потому говорит, о нем говорили, что ты князь Божий среди нас. Ты не просто человек. И вот пришло время. И Бог дал то обетование. Родился сын. Брат напоминал об этом. И он стал не просто, имея наследника, но он стал родоначальником великого Божьего народа, израильского народа. Это Божий народ. И мы знаем, что он был назван другом Божиим. Вот последствия хождения перед Богом. Бог и сегодня, говорит, моей и твоей душе, ходи и будь непорочен. Среди этого струбтивого, развращенного рода, в котором вы сияете, как светило. И вот являемся ли я перед людьми светилом тем? Библия открывает и о других мужах, которые также ходили перед Богом, и их последствия. Немного написано об одном муже. Всего несколько стихов. Пятая глава Бытье. С двадцать первого стиха. Енох жил шестьдесят пять лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала триста лет, и родил сынов и дочерей. И двадцать четвертый стих. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Енох ходил перед Богом не десять лет, не сто. Триста лет ходил перед Богом. Закона нету. Никакого постановления нету. Да, наверное, такого собрания в то время не было. Но что же он делал? Он ходил перед Богом. И Библия говорит, что его не стало. Исчез. Куда? Да потому что Бог взял его овоотче. И мы благодарны Господу. Бог и сегодня говорит моей душе, ходи перед Богом. О, будь непорочен. Последствия хождения. Бог взял его. И это и есть тот прообраз. Тот прообраз, в котором мы находимся в последнее время, о котором говорил первый брат. Что это не легкое время, тяжелое время. Ибо люди будут. Да и со всех времен падения Адама люди были такие. Но не все были такие. Были те, которые перед Богом ходили. Богу угодили. И Бог взял. И это прообраз восхищения церкви. Это прообраз Еноха. Если мое и твое хождение, оно будет такое и перед Богом, то непременно. Сможет ли человек остаться? Сможет ли Бог не взять его? Конечно, нет. Бог возьмет ее в те вечные обители. Обращаясь в священное Писание, мы смотрим, что делал еще один муж. Когда многие люди развратились, ходя по этой земле с разращенными сердцами. И Библия говорит, посмотрел Бог на землю. 5 глава, 6 бытие. 5 стих, 6 бытие. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле. Бог посмотрел на землю. Не только в последнее время, но в то время люди развратились, ходя по своим похотям, ходя по своей воле. И Бог посмотрел, и Он что увидел картину. Велико развращение. Но среди этого развращения Он нашел такого человека, который написан о нем, 9 стих, вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом. Аллилуйя! Ной ходил перед Богом. Ной, кто тебе сказал, что нужно перед Богом ходить? Ной, где ты в Библии вычитал? Ной, как это все было? Но Библия говорит, Ной ходил перед Богом. И мы знаем последствия. Петр уже пишет, что именно Ной столько поверил Богу и сделал себе такое средство, что это средство перенесло его из первого мира во второй мир. Мы сегодня живем во втором мире. И задача наша сделать такое средство, чтобы оно не сгорело в огне. Ной сделал средство, и воды не потопили. Он перешел. Сегодня Бог говорит моей душе, ходи перед Богом и будь непорочен. Еще хотелось бы сказать об одном муже, который также в свое время ходил перед Богом. Бог сделал ему такое повествование, говорит, что сделай завещание для дома своего, потому что ты умрешь и не выздоровеешь. Это Езекия. Бог вынес приговор ему. Все, казалось бы, уже ничего нету. Но он отвернулся, мы знаем историю, заплакал. Господи, вспомни, что я ходил пред лицем Твоим. Вспомни, а что Бог забыл? Да не забывает Бог. Он всегда помнит и видит мое и твое хождение. И потому говорит и продлевает ему дни жизни на 15 лет. Это те мужья, о которых Библия повествует, что они ходили перед Богом и были непорочны. Но Библия также открывает об этом апостол Павел, говорит, что это были образы для нас, чтобы то доброе мы брали для себя, а если что-то негативное, чтобы мы тоже брали, но так не поступали. И вот уже внук Езекии встает на престол, потому что сын Езекии пошел не путем отца своего, а путем пошел другим. Внук также не пошел с изями дедушки, а отца своего. И Священное Писание говорит, 4 книга Царства, 21 глава, 22 стихом, «И оставил Господа Бога отцов своих, не ходил путем Господним». Знал ли он пути Господни? Да. Я думаю, что все самое лучшее для дедушки, конечно, рассказать внукам их положение, направить, наставить, поддержать, укрепить. И это делал дедушка. Но, увы, он не пошел стопами дедушки, а пошел стопами отца. И Библия говорит, что не ходил путем Господним. Какие же последствия? Не хождение путем Господним. 23 стих говорит, «И составили заговор слуги Омоновы против Него и умертвили». Вот последствия несвятого хождения перед Господом. Потому как важно взять для себя, чтобы именно мы могли, видя их жизнь, предков или тех людей, которые были до нас, чтобы нам ходить пред Господом с преданным сердцем и делать угодное. Еще одна история об одном самом-самом, о котором написано, до Него такого не было, и после Него такого не было. Вы узнали его? Да, это царь Соломон, самый мудрый человек на этой земле. И Бог является ему и задает вопрос, «Проси, что дать тебе?» Понимая свое обстоятельство, понимая многочисленный народ, «Господи, дай мне мудрость!» И Бог говорит, что «Ты не просил врагов своих, смерти, ты не просил богатства, ты не просил еще много, а ты не просил, а за то, что ты просил мудрости, я все это тебе дам». И он получил. Время шло, начало прекрасное, стартанул прекрасно, забег был, но время идет, дистанция длинная, бежит, бежит, и, увы, сердце его потихоньку уклоняется. Уклоняется, и он стал себе умножать то, что Бог запретил, не умножай, стал умножен. И не просто еврейских, а он уклонился именно в то, что Бог запретил. Иногда говорят, запретный плод, он сладок, так и Ева посмотрела, вкусила запретный плод. И сегодня Бог обращается к моей душе и говорит, «Ходи и будь непорочен». Почему? Потому что в последствиях написано в 3 книге Царств, 11 глава, 9 стих, «И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа». Делал прекрасно, начало прекрасное, но, увы, конец был печальный. И потому сегодня, если ты смотришь на поля Моавицкие, не смотри, там трава не лучше в Израиле. И потому Бог заповедал, если даже хочет выйти замуж или жениться, но только в Господе, лучшего молодежи вы там не найдете, лучшего там не будет, не ищите, потому что они уклонят, как уклонили сердце Соломона, так и ваши сердца, они могут тоже уклониться. Но мы живем в другое время. Сегодня 21 век. Сегодня оказалось благополучие, все прекрасно, живи, наслаждайся, и это хорошо. Но то повеление Бога Аврааму, оно сегодня актуально и в 21 веке. Сегодня Бог говорит, ходи предо Мною и будь непорочен. А может ли что-то уклонить сердце человеческое в сторону? Да. И сегодня те же самые искушения, и сегодня те же самые преграды, они такие же. Но в свое время Павел говорил, если его ждал людям, то не был бы рабом Христа. Что-то может уклонить? Может. Мы читаем 1 Тимофея, 6 глава 10 стих, говорит, «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись некоторые уклонились от веры». Люди, которые обращаются к этому, которые утверждаются на этом, которые полюбили это, и Библия говорит, что есть зол, это сребролюбие. Библия не говорит о том, что оно не должно иметь, потому что за все отвечает серебро, но чтобы в мое сердце оно не прилеплялось, оно не держалось, как в свое время Иов сказал, «Дав Бог, слава Богу, забрав Бог, слава Богу». И этому нужно учиться. Легко читается, но очень нелегко, когда с тобою это совершается. Потому что сегодня Бог говорит, чтобы именно мы, это предупреждение, чтобы это не уклонило нас от той простоты во Христе Иисусе. Почему? Если уклоняется человек, он не имеет питания, ему некогда читать Священное Писание, о котором брат первый напоминал, ему некогда молиться, о котором напоминал молитвы второй брат. Потому некогда для Господа трудиться от этого немощь, болезнь и даже бывает смерть. То есть уклонившись от Господа. Еще второе такое уклонение, это послание Коринфянам 2, 11 глава 3 стих. «Но боюсь, чтобы, как змей хитростью своею не простил Еву, так и ваши умы, не повредившись, уклонились от простоты во Христа Иисусе». Учение Иисуса Христа, оно очень простенькое. Библия говорит, что родители, отцы, не раздражайте детей ваших. Что может раздражать детей? Обещал, что сделаю то или другое. Забыл, уклонился, а дети то ждут, что папа обещал, что он что-то сделает, и они начинают раздражаться. Библия говорит, «Дети, повинуйтесь родителям». Тяжело ли это? Конечно, в детстве нелегко, но этому учить Священное Писание. Просто? Конечно, просто. Но сатана хочет и это, чтобы уклонились, чтобы дети не повиновались родителям, чтобы жены не повиновались мужам, чтобы младшие не повиновались старшим в церкви, в собрании, чтобы не повиновение было. И это есть уклонение от Господа. И сатана хочет обольстить и уклонить. Потому и сегодня это звучит мне и каждому из нас. Ходи и будь непорочен. Последствия это, о котором молился Христос, там, где я хочу, чтобы они были. Чтобы они видели и имели ту славу, которую я имел у тебя прежде, бытья мира. И Иоанну было показано, это новое небо, это новая земля. На них обитает правда, болезни нет, смерти нет, там все прекрасно. И это ожидает не всех, но те, которые полюбили явление Господа. Это ожидает тех, которые ходили пред Богом и были непорочны, а воочи. И да поможет нам Господь, чтобы во всем этом нам удостоиться той вечности, той славы в Иисусе Христе, пройдя это земное странство на этой земле, чтобы нас ничто не уклонило ни в левнюю право, а дойти до финиша и получить полную награду. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.